МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Социальные реформы правительства Павла Филиппа по твердому убеждению парламентской оппозиции оказались провальными. Более того, чтобы выполнить даже то малое, что обещано пенсионерам, матерям и инвалидам, сегодняшний кабинет министров обратился за помощью к Международному валютному фонду. Партия социалистов, выход из сложной социальной ситуации, в которой сегодня находится Молдова, видит в ином. Об этом и поговорим с сегодняшним гостем, депутатом парламента от партии социалистов Республики Молдова Владимиром Односталко. Здравствуйте! Добрый день! Недавно прошла пресс-конференция представителей ПСРМ, в ходе которой были обозначены приоритеты в работе во время весенне-летней парламентской сессии. Помимо критики действующего кабинета министров, прозвучало и достаточно много, целый ряд предложений по изменению ситуации в социальной сфере. Понятно, что в рамках пресс-конференции, телевизионных репортажей охватить эту тему довольно сложно, поэтому мы и предложили разговор о том, как исправить социальную ситуацию в Республике Молдова, перенести на площадку такого студийного формата. Итак, тогда такой мой первый вопрос. Какие главные акценты содержатся в ваших предложениях по изменению ситуации в социальной сфере? Я думаю, надо начать с того же, но с другой стороны, вопрос с реформой правительства. У нас в предыдущем правительстве был вице-премьер, который отвечал за социальный блок вопросов этой медицины, этой образовании, этой социальной защиты, материнство, детство и так далее. На сегодняшний день, после так называемой реформы, в результате которой больше почему-то стало чиновников, этим никто не занимается. То есть этот сектор просто-напросто взяли и вычеркнули из жизни общества. Видимо, реальное отношение, вот они его и показали. Что касается тех реформ, которые были сделаны, и результаты их, так называемой реформы. Была проведена реформа размещения детей, мы знаем, ликвидируются детские дома, интернаты, размещаются дети в домах семейного типа, в домах родительского типа. При этом на это выделялись миллиарды по-прежнему. Но результат какой? Результат закрыты детские дома. И мы слышали буквально недавно, перед Новым годом, очередные пять детских домов были ликвидированы. Но при этом дети в семье не живут. При этом социальные службы на местах очень сложно заботятся об этом, не контролируют эти вопросы. Достаточно вернуться к тому, что, опять же, согласно закону, который приняли номер 140, и который вошел в силу с 1 января 2014 года, это закон о защите детей в особых ситуациях риска, должен быть специалист в каждом населенном пункте, кто будет заниматься подобной категорией детей, а их много у нас. Этого специалиста до сих пор нет. Из 900 мэрий, только в четырех присутствует этот специалист. Все остальные премарии не в состоянии нанять этого специалиста. И уже прошло более трех лет, так этот закон не имплементирован. Это реформа провальная. Мы видим образование. Они просто закрыли школы, назвали это оптимизацией. Мы видим ситуацию, что касается пенсионной реформы. Там вообще дикий ужас. У нас ежемесячно умирает около 2400-2500 пенсионеров. Это согласно данным статистики. То есть, вы понимаете, это среднее село, а в наших реалиях это даже немножко больше, наверное. Оно просто умирает. Ежемесячно оно уходит. Реформа не принесла результаты. Другая была реформа, сделана в плане оплаты медперсонала. Ввели, рассказывали новые методы оплаты труда. Молодежь останется и будет работать. Опытные доктора будут довольны и так далее и тому подобное. В конце концов, мы что имеем? Молодежь по-прежнему убегает. На сегодняшний день у нас более 4000 заявок в соседнюю Румынию. Мы знаем, что румынское правительство открыло возможность приема на работу медиков с нашим молдавским дипломом. Люди туда убегают по причине того, что там элементарно зарплатываешь. И причем вопрос же не только в зарплате, вопрос в более комплексном подходе к защите молодых специалистов. В этом контексте, учитывая все эти сложные факторы, которые на сегодняшний день имеются и провальные в результатах правительства, так называемых результатов, мы предложили ряд решений, которые смогут стабилизировать ситуацию и вывести социальную защиту наших граждан, медицинскую защиту наших граждан, доступ к этим услугам на более высокий уровень. Понятно, что для того, чтобы решить все вопросы, нужно а, время и б, сменить эту власть. Только тогда у нас будут какие-то более-менее реальные и ощутимые результаты. Но в любом случае, даже имплементация этих норм, которые мы предложили, реализация этих идей и механизмов, кардинально изменит ситуацию, а она сегодня катастрофическая. Возьмем, к примеру, рождаемость. Начнем с того, что нас больше всего волнует. Мы все говорим о том, что 100, 120, 130, согласно официальным данным, я все-таки привык пользоваться данными статистики, потому что у нас только один единственный орган в стране может давать официальные данные. У нас 107 человек ежедневно покидают Молдову. Из них около 30-40 остаются на ПМЖ в той стране, в которой они поехали находиться, где они работают. Европа, Российская Федерация, Турция, либо другая страна. У нас рождаемость падает. В 2016 году у нас родилось на 3,1%, это 1264 человека, меньше, чем в 2015. Всего у нас рождается 37 тысяч человек. А смертность у нас высокая. Она у нас как минимум на 2,5-2900 человек. Это вилка, которая играет от года к году, она растет. Пенсионер умирает. Но здесь сегмент не только пенсионеров смертности, сегмент и молодых людей, сегмент и людей возраста 45-55. Это онкозаболевание, которое отдельно об этом поговорим. Это детская смертность. У нас 348 человек, младенцев, не доживают до года. Это самый высокий показатель в Европе. При этом на защиту материнства и детства государство говорит, что они выделяют, что правительство заботится. Это очередная проблема. Некоторые эксперты говорят о том, что у нас на сегодняшний день повышается индивизация пособия по уходу за ребенком, для детей, сирот и так далее. Во-первых, они индексируются, индексируются меньше, чем растут цены. А во-вторых, никто не контролирует, как они расходуются. Никто не контролирует необходимость получения. Никто не контролирует то, что пособия иногда бывают в 300-400 леев. А если мы возьмем пособия для незастрахованных мам по уходу за ребенком, ребенок не виноват, что мама не работала до момента рождения. То оно 540 леев. Для этого у нас ряд конкретных и точных решений. Первое – это введение такого понятия и механизма, как семейный капитал. Когда мы говорим о семейном капитале, мы имеем в виду комплексную защиту не только молодой семьи, но семьи в целом. Речь идет о выплате единоразовой за первый ребенок, за второго ребенка, за третьего ребенка. С каждым новорожденным ребенком выплата больше. Я не буду сейчас о сумме говорить, что слишком подробно будем останавливаться. Это все будет дополнительно освещено в прессе. Мы предлагаем защиту многодетных семей. Сегодня, если у семьи 3 и более детей, мы знаем, как им тяжело жить. Во всех странах мира элементарная форма поддержки, дополнительная форма надбавки, когда у тебя 3 и более детей, 10% от средней заработной платы по экономике. У нас на сегодняшний день порядка 6600 лей добавить тем семьям. Их порядка 30000, у которых трое и более детей. Это условно, потому что у нас есть много семей с четырьмя, с пятерьмя, с шесть детей, восемь детей. Добавить хотя бы 600 лей. Мы понимаем, что они большие деньги, но это очередная форма поддержки. В сегодняшней ситуации многодетные семьи это практически герои, потому что позволить себе одного-двух ребенка в семье довольно сложно. И не каждой семье можно это себе позволить. В силу, допустим, того, что не все в семье трудоустроены. И даже если трудоустроены муж и жена, то опять же вопрос заработка. Какой уровень зарплаты и сколько они могут позволить себе. С учетом того, что, например, опять же, коммунальные платежи, насколько они высоки. И огромную часть дохода семейного уходит только на коммуналку. А вот поддержание, то есть покупка, приобретение всего необходимого для ребенка, это еще, в общем-то, огромный материальный ресурс. Конечно же, и поэтому очень важно, когда вы обозначили весь пакет трудностей, с которым сталкиваются сегодняшние граждане Молдовы, то, конечно же, очень важно, и наверняка это совершенно правильно, что мы акцентируем внимание на том, как выходить из этого положения. Что предлагается конкретно, потому что именно это интересует наших зрителей. Это тот момент, который, ну вот в чем будет выражаться, насколько эта добавка к тому или иному пособию увеличится в таких вот, не знаю, в цифрах, в процентах, в натуральных числах. То есть это важно. И, конечно же, самое интересное, ну не то, что интересно, наверняка ведь думали о том, где государству взять эти средства для того, чтобы покрыть все это. Это, будем так говорить, основной вопрос, без которого социальный сектор не работает. Это сектор реальной экономики, где зарабатываются деньги, где те платежи, которые есть, они приходят в социальный бюджет, медицинский бюджет. И откуда, в принципе, государственные программы из национального бюджета спонсируются. На сегодняшний день мы видим, что производство в стране падает. Есть улучшения в торговле, в сельском хозяйстве за счет открытия восточных рынков, рынков Российской Федерации. Но, опять же, это направление. Нам нужно развивать более широкие возможности для того, чтобы молодые люди, для того, чтобы просто семьи не уезжали из страны, работали здесь на месте и пополняли этот бюджет. Для этого нужно строить элементарное производство, а не закрывать те заводы, которые есть. На сегодняшний день мы видим, у нас те предприятия, которые занимаются обработкой сельхозпродукции, производят консервы, горошек тот же консервированный и так далее, они на сегодняшний день в убытках огромных, либо закрыты. И все только потому, что нет рынков сбытов. Государство воюет мимически, создает образы, создает какие-то мифические легенды о том, что кто-то виноват, нам мешает жить и так далее. При этом мешает жить только единственная партия в стране, это демократическая партия, им все мешают жить. И отсутствуют реальные рабочие места. Если мы возьмем за 2016 год статистику, за 10 месяцев, 2017 год, я не могу вам точно сказать, потому что точно за 2016 скажу, за 9 месяцев у нас уменьшение 6000 мест в реальном секторе экономики. То есть, этих рабочих мест не существует. Более того, вот Головатюк обозначил, обозначил очень важную цифру, что впервые в Молдове за последние годы количество предприятий вновь открытых и количество предприятий ликвидированных превысило 2500. У нас минус 2500 предприятий. Это говорит о том, что это минус минимум. Это очень похоже на статистику смертности и рождаемости. Да, но кроме того, что это предприятие, там работают ни один, ни два, ни три человека. И эти работающие люди на сегодняшний день, каждый работающий, он содержит двух пенсионеров. Насколько далеки эти последствия. И на сегодняшний день для того, чтобы социалка работала хорошо, должны быть образующие факторы, которые побудят человека выплачивать тот же фонд, тот же медфонд. Кстати, вот по поводу мать-героини очень правильно было сказано. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас в стране мама, которая вырастила до 8-летнего возраста, 5 и более детей, должна иметь стаж для выхода на пенсию стандартный. То есть 33 года. И имеет она право выйти в 54 года. Я все понимаю, они там думают о том, что все это, наверное, в теории хорошо. Но когда женщина рожает 5 детей, когда же она будет работать? Ей нужно 21 год устроиться на работу, чтобы приобрести этот стаж к 54 годам. Но родить 5 детей, это не сидеть в министерском кресле и не рассуждать о том, вот что ей будет. А у нас на сегодняшний день по 8 детей есть. И там очень сложная ситуация. Вот, пожалуйста, премьер буквально вчера обращается в электронных сетях о том, что в Штефан-Водском районе, в селе Ермаклия, семья, в которой 15 биологических детей. 15. Мама беременна 16. Все они работают на земле вместе с папой. Задача одна. Прокормить, одеть, обуть детей. И все. На сегодняшний день такая ситуация, что они нуждаются в острой помощи. Насколько я знаю, сейчас фонд Первой Леди занимается этим вопросом. Но сам пример, он показательный. Того, что подобные ситуации везде происходят. И того, что маму заставляют иметь определенный, обязывать, у нее нет выхода, определенный стаж, когда она будет, если в том случае она будет получать пенсию. При этом мы прекрасно знаем, что потом у нее будет очень маленькая пенсия. Это в лучшем случае минимальная пенсия. А в худшем случае, как у нас обычно бывает, пособие. Потому что у нас нет достаточного стажа. Вот по этому поводу, кстати, мы тоже предлагаем для того, чтобы для этой категории населения, матерей, установить минимальный стаж выхода на пенсию. 15 лет. Достаточно. И то, даже если мы возьмем случай, когда 8 детей, нужно еще подумать, а нужно ли устанавливать критерии стажа. Здесь тоже нужно с этим вопросом разобраться. И много-много других вопросов. К примеру, поход в Ясли детский сад. У нас на сегодняшний день с 3 лет. Мы предлагаем для того, чтобы открыть возможность маме повезти ребенка в детский сад с 2 лет. Потому что, рожаемые коллеги, коль правительство на сегодняшний день покрывает для незастрахованных матерей только 2 года отпуска по уходу за ребенком и дает мизерные 540 леев, прожиточный минимум на сегодняшний день 1866 леев. Где остальную сумму взять? Родители сами думайте, что хотите делать. И вот на сегодняшний день мы предлагаем, чтобы в детский сад раньше пошли дети. Если у мамы есть возможность такая пойти и работать, и зарабатывать эти деньги, кормить ребенка, нужно дать ее. Не можете сами обеспечить. Дайте матери возможность пойти работать, но при этом откройте детский садик. Здесь тоже есть цепная реакция. Это значит, нужно необходимы новые детские сады. Ясли, то есть, получается, нужно увеличить места. Это первый вариант. И необходимости, мы знаем, в городе Кишиневе, например, они увеличиваются. На той неделе, по-моему, в беседе с муниципальными советниками от партии социалистов речь шла о том, что увеличили количество выплат перечислений на детские сады, потому как увеличивается количество детей в городе. Но город — это не вся страна. Понятно, что все стремятся сюда, потому что здесь заработок немного выше. А что касается сельской местности, либо районных центров, там же есть здания. Эти же здания были в бытность Майя и Санду вместе со школами, закрыты. Что мы знаем, если в селе нет школы, зачем там детский сад нужен? Они же так рассуждают, закрывают. И на сегодняшний день сотни таких коммун, сел, в которых такая ситуация. Да, понимаю. Закрыть легче, чем открыть. Ну так, в общем-то, и известный фактор. Сломать можно за минуту, а вот построить приходится годами. В отношении, ну вот мы с вами поговорили о пенсионерах, в частности, о возможности, о ваших предложениях об улучшении жизни матерей. Что касается инвалидов, здесь что предусматривает предложение партии социалистов? Как можно изменить в лучшую сторону выплаты, пособия для поддержания, допустим, опять же, для приобретения лекарств, для поддержания жизни инвалидов? Очень интересный вопрос. И очень нужный, почему? Потому что на сегодняшний день, вот что касается приобретения лекарств, почему меня так затронуло? Потому что вы все знаете, почувствовали, во всяком случае, 700 тысяч человек, это пенсионеры и инвалиды, о том, что у них исчезла возможность получать единовременную помощь. Один раз в год. Это делали до 1 января 2017 года местные фонды поддержки населения, которые были решением правительства и голосованием демократического большинства в парламенте демократической партии и же с ними ликвидированы. То есть на сегодняшний день ни в одном населенном пункте не существует подобного фонда. Если населенный пункт хочет как-то поддержать своих граждан, то он должен изыскивать самостоятельно средства. И самое интересное, знаете, чем они аргументировали закрытие этого фонда? Вот люди просят деньги на медикаменты, на лекарства, на медуслуги, но мы же им даем бесплатный полис. Это просто парадокс. В тот момент, когда полис не работает, в тот момент, когда он скуден по количеству медицинских услуг бесплатных, список компенсированных медикаментов и величина компенсации желает, мягко говоря, исправления ситуации, у нас закрытие того маломальского фонда помощи в 500 лей каждому человека, который есть. Поэтому, исходя из этой всей ситуации, что касается особой категории инвалидов, их на сегодняшний день 130 тысяч, к сожалению, их становится меньше из года в год по двум факторам. Первое, с жизни мы понимаем, что инвалиды живут меньше, чем другие люди. И второй момент, очень важный, это сознательное сокращение количества инвалидов через подобную структуру, как в ТЭК. Все мы знаем, заходишь в ТЭК, подаешь заявление на получение группы инвалидности степени, и ты можешь дать и год, и полтора. И такая ситуация на сегодняшний день есть. То есть, будучи фактически инвалидом, доказать документально ты не можешь? Или получить подтверждение, что это правда? Да, просто затягивается процесс, сходи к этому специалисту, к тому, давай подумай, документы придут из Кишинева в Кишиневе и так далее и тому подобное. Это делается для того, чтобы сознательно уменьшить количество людей, которым необходимо выплачивать тот мизер, то, что им дают. Тот мизер. Первое. Увеличить пособия те, которые выплачиваются инвалидом, до прожиточного минимума. На 20% и до достижения прожиточного минимума. Это как минимум. Понятно, что многие подумают, ну, вы сейчас предлагаете ту меру, как в той поговорке, чтобы не умереть. Вот мы вам дадим 1866 леев. Но сегодня пособие по инвалидности, оно меньше тысячи леев. Я не представляю, как эти люди выживают у них, когда у него ограниченные возможности в разных направлениях, и он не может дальше ничего делать. Следующий, еще важный вопрос, вопрос доступа инвалидов к госуслугам, к услугам досуга, если так можно сказать, в кинотеатре, в дома культуры. У нас здесь даже самый большой зал страны, Николай Сулак, на сегодняшний день не оборудован необходимым оборудованием. Это пандусы, это специальные линейки, по которым происходит движение инвалидов в зал и непосредственно места в зале пандусами, специальными местами. То есть на сегодняшний день, я точно знаю, об этом говорит ассоциация инвалидов и другие организации, которые занимаются. Они говорят, вот нам некоторые организации, которые в том числе и частные, которые проводят концерты, либо какие-то культурные мероприятия, предлагают, дают количество мест приходить, а мы не можем им воспользоваться, потому что войти туда нельзя. И такая ситуация происходит почти во всех домах культуры республик. Помимо того, что их ликвидируют, закрывают, так получается, что инвалид будет сидеть в четырех стенах дома, максимум он выйдет во двор, если у него есть физическая возможность. Если он инвалид первой группы, понятно, он никуда не выйдет, и ему будет очень тяжело. И это большая проблема на сегодняшний день, эту проблему нужно решать. И я думаю, нужен подобный проект, как доступная среда, потому что такая ситуация и в больницах есть на сегодняшний день. Инвалид приходит на медобследование, либо на получение медицинской помощи. Хорошо, когда есть родственники, когда его поднимут туда, а нету. А если он идет в аптеку? Такая же ситуация. Далеко не все аптеки оборудованы подобными вещами, и доступов. Я беру все внимание, даже если есть пандусы, то мне кажется, здоровый человек по этому пандусу подняться не может. Это либо очень крутой, высокий такой угол, либо чисто для галочки. Смотрите, пандус есть, какие претензии? Они сделаны в каком-то демократическом стандарте, как сейчас модно выражаться. Это есть, но воспользоваться ним никто не может. И это проблема на сегодняшний день инвалидов. Также проблема есть, но она более детальна, не знаю, насколько это уместно. Это размеры выплат разным категориям инвалидов. Мы слышали на той неделе, правительство объявило о том, что мы повышаем выплаты инвалидам, 5 категорий, значит, выплат на 80-100%. Во-первых, когда вы такие вещи говорите, вы думаете о том, что те же инвалиды придут к вам и припомнят это. Не то, что припомнят, они действительно придут за этой помощью. Придут за этой помощью, вы говорите. А ситуация какая? Есть закон об индексации определенной. Вот этот закон не приняли демократы, демократическое большинство. То есть, пообещали? Да. Эта мера была создана при правительстве гречан. Это первое. Второе. Реально они повышают на 10%, но это индексация на 10% в год. И это прописано в законе. Это не они придумали, это они заработали больше денег и решили, а давайте мы раздадим инвалидам 130 тысячам. Нет. Получателей будет 78 тысяч. 78 тысяч 100 человек, по-моему, если быть точным. Процент индексации 10%. Но здесь давайте не будем обманывать людей. У нас в прошлом году была индексация, инфляция, точнее, 7,1%. Цены выросли, согласно данным, статистикой, опять же, я перерываю только этими данными, чтобы никто не говорил о том, что мы говорим неправду. 7,38%. То есть, минимум на 15% поднялись цены в прошлом году. Индексации на 10%. То есть, у человека украли. В прямом смысле слова, эта проблема есть. Такой аспект цены на медицинские услуги. Ведь с этим сталкиваемся, даже не будучи пенсионером, инвалидом, сталкиваемся, будем говорить, находясь в таком репродуктивном возрасте. Люди, которые работают, они нуждаются в определенном медицинском обслуживании. Здесь как быть? Ведь, судя, опять же, по той статистике, цены растут и не всегда бывают доступными. И даже, может быть, спектр медицинских услуг, который необходим человеку, гораздо шире, чем то, что включено в медицинский полис. Что-то предлагается по изменению ситуации? Об этом и речь. На сегодняшний день каталог цен, он такой вот толстый, порядка 100 страниц. И все эти 100 страниц, они были повышенные цифры на 300-400%. Вот уже год, как мы это наблюдаем. При этом дополнительных средств для покрытия этих повышений не было выделено. Абсолютно не было выделено. Более того, я скажу, что, опять же, вернемся к автекам. Я считаю, что эту структуру нужно реформировать обязательно. Я считаю, что нужно подойти к этому вопросу очень внимательно. С учетом того, что специалисты там работают неплохие, действительно, их нужно сохранять. Но я так думаю, что им дают указания те, из-за которых они не могут выполнять свою работу настолько добросовестно, насколько у них вот здесь вот. Насколько они способны. Да. И у меня пример. Буквально неделю назад приходит на прием женщина. В слезах. Что такое? Я смотрю, вроде здорово. Она говорит, у меня был микроинсульт, в результате которого я потерял работу, потому что я не могу лечиться. Соответственно, я не работаю, у меня нет полиса. Я иду в Афтек и говорю, я хочу получить группу, чтобы получить медицинский полис, потому что человек еженедельно ходит либо в поликлинику, либо в больницу. Год и четыре месяца ей тянут. Мы вмешались сейчас в этот вопрос решиться очень быстро. Ей не выдают этот полис. Она одалживает деньги у всех, при том, что мама у нее также больная в сложной ситуации, для того, чтобы лечиться. При этом никто не обращает внимания именно на эту большую категорию населения. Что мы предлагаем? Первое, мы проголосовали за проект решения парламента, которым обратились в правительство с требованием пересмотра ценообразования на медицинские услуги. Мы будем продолжать давить на этот вопрос. Тем более, если вы слышали, недели две назад уже премьер начал об этом говорить, потому что он понимает, что мы добиваемся своего через информирование населения, через депутатский контроль. Пересмотр и снижение цен, потому что мы понимаем аргументацию, которая была выделена правительством тогда, они аргументировали, что доктора должны получать больше. Понятно, да, они должны получать больше. Слава богу, что вы это признали наконец-то, увидели их. Но вы должны и исходить из реальных доходов населения на сегодняшний день. Люди не могут платить больше. Соответственно, должны быть те госпрограммы, которые были при правительстве гречаной. В здравоохранении, в сельском хозяйстве, в образовании, в социальной защите и так далее. Когда государство через свои трансферы, через свою финансовую поддержку поддерживало определенные направления для того, чтобы они могли оказывать услуги, не повышая цены. Это первый момент. Второй момент. На сегодняшний день полис мест страхования, мы знаем, что он, мягко говоря, неэффективный. Люди приходят в больницу, ложатся, получают питание, койку, белье и потом с рецептом спускаются вниз в аптеку, либо выходят, либо родственники приносят. Так не во всех случаях и не все медикаменты. Но, к сожалению, очень и очень много. Для этого что необходимо сделать? Расширить список медицинских услуг бесплатных, входящих в этот полис. Особенно диагностических, особенно дорогостоящих дорогостоящих операций. Следующий момент. Расширить список медикаментов, лекарств, компенсируемых и суммы их компенсации. Потому что мы видим на сегодняшний день. И самое главное в этом вопросе еще что? Помимо того, что мы расширяем эти услуги и увеличиваем государственное финансирование, мы должны еще и контролировать, как аптеки продают лекарства. Почему? Потому что во многих аптеках на сегодняшний день есть такая практика. Не во всех. Все зависит от сети, все зависит от главного фармацевта, директора аптеки. Работники, фармацевты, они находятся помимо оклада на проценте. Они должны люди продавать. Очень часто говорят, а вот у нас нет этого медикамента, но вы возьмите другое. Вы когда в нездоровом состоянии, вы когда больной, у вас когда болит, вы заплатите, потому что это здоровье. Вот здесь, опять же, госструктура должна этот вопрос контролировать. Но мы с чем столкнулись? С тем, что разрушать легче, а создавать сложнее. В мае, в июне месяце правительство, опять же, посредством демократического большинства, создает агентство публичного здоровья, джинсинтенте публики, так называемое. Споры были даже у них по этому поводу. И ликвидируют функции контроля у инспекции фармачаутика, значит, у агентства по медикаментам. И мы приходим к тому... Тогда зачем вообще эта реформа нужна? Об этом говорить, а еще не создано. Об этом говорится уже 8 месяцев. Никто этот вопрос не контролирует. На той неделе приходит гражданин, говорит, а вот я покупал лекарство одно, не буду рекламировать лекарство. Оно стоит в аптеках 165, 175 лей, в зависимости от какой он, говорит, как попаду. А он его покупает регулярно, и оно не входит в пользу местных страхований. Говорит, а вот пришел в одну аптеку, я этот вопрос сейчас поднял, отправил всем контролирующим органам, в том числе и лично премьер-министру, и в прокуратуру пусть проведят. Говорит, а оно стоит 203. Мы открываем каталог цены и видим там, что оно стоит, может стоить по закону максимум 182 лея 63 баня. Максимум. То есть мы же понимаем, насколько это все... И я уверен, что если мы возьмемся за анализ позиций, таких позиций очень много, а люди покупают, и никто этот вопрос не контролирует. И это проблема на сегодняшний день. Следующий очень важный момент, который опять же в области медицины у нас на сегодняшний день есть, это отсутствие специалистов. В Когульском районе один невропатолог. Один. Я имею в виду, что в государственной поликлинике. Есть еще частная клиника, там тоже есть один. И вот если он уходит в отпуск, либо на больничный, никого нет. Буквально вот опять же обращались с Когула, приехали, говорят, вы понимаете, у нас какая ситуация? Семейный врач послал к специалисту, невропатологу. Его просто нету. Он на больничном две недели. А я же должна пройти диагностику определенную. То есть мне невропатолог должен выписать направление, и с ним я должна поехать сюда, в Кишинев, в диагностический центр для того, чтобы сделать определенные процедуры. А у них здоровье поджимает. Там некуда ждать. Но приезжает сюда и тратит почти 4 тысячи леев. Почти 4 тысячи леев. Причем видно, что деньги были одолжены. Потому что мы понимаем, что у большинства граждан нет средств. Конечно, мы вмешались, часть денег ей вернули. Мы разобрались, почему руководство допускает подобную ситуацию. Понятно, директор больницы, он ищет специалистов. Почему министерство не помогает местному директору работать с этим вопросом? Это есть проблема. Следующая проблема в медицине, которой опять же сталкиваемся и которая всех волнует. Я уверен, это очереди в поликлиниках. И с этим тоже надо что-то делать. Опять же, очереди из-за нехватки семейных врачей. А люди почему не приходят? Вопрос, вы извините, что я так долго по медицине. Просто важный сегмент. Мне кажется, зрителям также важно. Люди почему не приходят работать в систему здравоохранения? Не просто из-за мизерной зарплаты, а из-за наплевательского отношения к доктору. Мы слышали, у нас были скандалы в медицине, в роддоме, в центре матери и ребенка, в других больницах, крупных больницах, которые имеют республиканское значение. Да, эти проблемы есть. Врачи признают, что эти проблемы есть. И врачи признают, что у них нет ремонтов. Но не врач должен ремонтировать палату. Палату должны ремонтировать правительство через выделение финансовых средств, через госпрограммы. Для этого нужно следующее. Да, говорят, нет денег. Вот вам легко говорить, денег нет. Уже не один раз обращал внимание на проблему учета налогоплательщиков. У нас, я и на других передачах поднимал этот вопрос, и сейчас подниму, и буду еще поднимать, пока она не решится. У нас зарегистрировано 1 миллион 180 тысяч получателей зарплаты. В Медфонд платят только 700 тысяч, 790 тысяч. Это физические лица. По предприятиям налоговая 375 тысяч показывает, статистика показывает... Из миллиона четверть всего лишь получается, да? 1 миллион 180 это физические лица. 790 тысяч физических лиц выплачивает фонды медстрахования. Дальше сейчас еще интереснее будет. Переходим к юридическим лицам. Налоговая показывает 375 тысяч экономических агентов. Медфонд показывает 82 тысячи. Вы уже теряли, смотрите, сколько практически... Бардак в учете. Никто этим не занимается. Никто этим не занимается абсолютно. То есть, я не верю, что нет специалистов. Может быть, они честно выплачивают, но ведь учитывается таким образом, что часть денег просто где-то растворяется. Не может быть, не может быть. Мы есть специалисты, есть эксперты, не буду его называть, потому что не спросил разрешение называть, но провели глубокие анализы в этом вопросе. И у нас не добирается в бюджет медстрахования, вместе с тем, что воруется, еще один бюджет. Это минимум еще 5-6 миллиардов леев. Нужно просто собрать эти деньги, навести порядок в этих деньгах. Люди, которые выплачивают... Та же ситуация в соцфондах. Я уверен, что и у вас видел репортажи подобные, когда подходит вопрос к получению пенсии, и приходит гражданин в соцфонд, и ему говорят, а вот вы знаете, за эти 5 лет вы не будете на... Типа, мы не учитываем. А почему? Потому что не было перечислений в соцфонд. А ведь человек знает, что он работал на официальной зарплате, на предприятии, и он перечислял эти налоги. И вот где деньги. Элементарно. Система учета, опять же. Элементарно. Не нужно просто воровать. Нужно просто навести порядок в учете налогоплательщиков. Это основная проблема. Это признает министерство. Я к ним обращался. Я об этом говорил на обсуждении бюджетов из соцфонда и медфонда, и фракции на это обращают внимание постоянно. Но жалуются на нехватку денег, говорят, вам легко говорить, но при этом ничего не хотят делать для того, чтобы это было. А ведь это вопрос граждан. Соберите деньги, дайте доступную услугу. Вы когда говорили о ситуации в сельских регионах, я вспомнил тезис, который уже, наверное, закрепился в нашей действительности, когда в селе закрывают школу, когда в селе закрывают больницу, поликлинику, медпункт, практически село обрекается на вымирание. Вот сегодня что-то будет предприниматься или планируется во всяком случае противостоять вот этому повальной оптимизации школ, медицинских учреждений, особенно в сельской местности? Значит, по этому вопросу очень четкие планы у правительства уже есть. Они, несмотря на лукавство свое, о том, что вы слышали, наверное, правительство сказали, что мы будем пересматривать отношение к закрытию школ, то есть вот такая витиеватая формулировка, но при этом план ликвидации учебных заведений, он продолжается. Это факт. Что мы предлагаем? Мы предлагаем наложить мораторий, проголосовать в парламенте, принять решение парламенте на закрытие школ. Такая же ситуация должна быть и в части медучреждений. Мы помним годовой давности скандалы, когда Руксанда глава тогдашнего министра здравоохранения решила за пять минут закрыть все больницы в стране, оставить 11 медицинских учреждений крупного типа и все. Тогда мы этот вопрос остановили через обращение местных органов власти, через протесты медиков. Медики тогда едино выступили, что показывает сплоченность коллективов. И этот вопрос остановили. Вот на сегодняшний день у нас есть две больные темы. Огромные. У нас много больных тем, но это особенно. Это остановить ликвидацию школ и это остановить ликвидацию больниц. Смотрите, они же не что делают, они же тоже хитро поступают. Говорят, мы не закрываем больницу. Вот мы закрываем отделение хирургии, потому что у нас нет хирурга. Бессарабка, они так говорят. А что вы сделали для того, чтобы был хирург? Тогда к вам руководство района обращается, ребят, помогите, мы готовы там предоставить жилье ему и так далее. Направьте специалиста. Есть выпуск специалистов, они не направляют. Сознательно убивают больницу. Такая же ситуация, значит, в больнице номер два города Кишинева, палеотипное отделение, единственное в республике. Единственное в республике. На сегодняшний день они готовят его ликвидацию. И мы этот вопрос не допустим, что один раз, мы уже отстояли в 2013 году, по-моему, когда они пытались закрыть это, и мы вернули эту больницу. Необходимо наложить мораторий на ликвидацию школ, на ликвидацию медицинских учреждений. Разобраться с этим вопросом, а потом будем возвращаться и улучшать, и добавлять тех услуг, либо что-то сокращать. Ну, еще теме пенсионного обеспечения. Когда вы говорили о том, что можно было бы изменить в пенсионном фонде или в реформе пенсионной, у нас с вами вне фокуса нашего внимания, мне кажется, остались пенсионеры, которые вышли на пенсию до 1999 года. Там они сейчас, пенсия начисляется по старой какой-то сетке или по старой схеме. И второй момент. Вот тема работающих пенсионеров, как здесь быть? Блок защиты пенсионеров, поддержки пенсионеров у нас очень глубокий, у нас очень широкий. Здесь множество мер. Если по очереди начнем, опять же, будем исходить из прожиточного минимума. Мы уже говорили, он 1866 леев на сегодняшний день. Средняя пенсия на сегодняшний день 1527. Это последний месяц, по-моему, леев. Но давайте не будем лукавить и говорить, как оно есть. 1527, это если мы соединим пенсию, которая получает 7, 8, 10 и 20 тысяч, наши пенсионеры из вип-сектора, будем так называть. И те 90%, которые получают пенсию, 1000, 1200 лей, 600 лей, 800 лей и так далее. То есть нам необходимо дважды повышать пенсию в год. 1 апреля мы индексируем ее, и 1 ноября мы ее повышаем с учетом роста цен, которые были до 1 ноября. Это реально сделать. И для этого что нужно? Разработать программу улучшения состояния защиты пенсионеров длинную. То есть она не должна быть. Понятно, что мы за год это не сделаем. Должны быть средства. Нужно навести порядок в учете, нужно навести порядок в работающих людях, стимулировать их, чтобы люди работали и выплачивали в соцфонд. Чтобы привлекательная была эта система, чтобы они думали о том, что у меня будет пенсия, точно будет, и я буду выплачивать эти деньги. На 2, на 3 года разработать этот план и потихоньку идти к нему. И люди будут это видеть. Они будут видеть, что что-то происходит позитивное. На сегодняшний день этого нет. И скорее всего не будет. Это первый момент. Второй момент. Работающие пенсионеры. Мы говорили о том, что необходимо делать перерасчет. Ну хотя бы раз в 2 года. Добились этого. Ввели это правило. Но тоже слукавили. Дали норму с 1 января 2017 года. Те, кто работал, те, кто вышел на пенсию до 1 января 2017 года, они не попадают под эту норму. Даже если сегодня он и работает. Ему ничего не пересчитает. При этом он выплачивает медфонд и соцфонд. Но это же несправедливо. Мы предлагаем следующее. Чтобы пенсионеры, которым не будет делать перерасчет, не освободить их от выплаты соцфонда и медфонда. То есть 6% на сегодняшний день выплачивает физическое лицо фонд социального страхования и 4,5% фонд медицинского страхования. Нечего им платить эти деньги. Ни за что. Им правительство эти деньги не вернет ни в какой-либо форме. Это неправильно, это дискриминационно. Следующий важный момент это установление права стабильной пенсии в течение 5 лет с момента выхода. То есть у нас пенсионер выходит, супруг либо супруга, и он имеет возможность, это его право полное, что он получает эту пенсию в течение 5 лет, та, которая у него есть. В случае смерти, это в случае смерти, если умер либо супруг, либо супруга, это жизнь, все бывает, то или один или другой получает эту пенсию 5 лет стабильно. Почему? Потому что, во-первых, у нас смертность мужчин 67 лет, у нас средний возраст. То есть мы понимаем, что не всегда доживая до пенсии, очень многие. Или только вышел на пенсию и все. Так получилось, что человек умер. Это болезни, это медицинское обслуживание. Да, это болезни, это медицинское обслуживание, это сложная наша жизнь, это продукты питания не всегда, это стресс и так далее и тому подобное. Это те факторы, которые не гармонизировало правительство, не создало прочную социальную подушку для того, чтобы пенсионер жил дольше. Следующий еще важный момент это специальная пенсия для пенсионеров, которые отработали большое количество лет. В данном случае мы поставили критерий 40 лет и более. Множество людей приходит и говорит, я отработал 40 лет, у нас есть проблемы, я получаю пенсию, либо меньше, либо такую же. А у меня какой стаж и так далее. Во всех странах мира подобная категория пенсионеров, она поощряется. Мы также предлагаем, чтобы им делали небольшую надбавку, пенсию, но существенную для них это 10% от средней пенсии по республике. Это тоже будет дополнительная мера. И очень важный вопрос, который, когда мы придем к власти, мы обязательно его решим, потому что нынешнее правительство не хочет слышать об этой категории людей. Это десятки тысяч, это почти 100 тысяч человек, это люди, вышедшие на пенсии до 1999 года, которые проработали и строили эту страну, и которым посчитали пенсии по старой формуле, действующей до 1999 года, и которые на сегодняшний день получают, к сожалению, меньше, чем те пенсионеры, которые вышли на пенсию с 1 января 1999 года. Почему так произошло? Потому что те заработки, потому что та категория пенсионеры, видимо, неинтересно нынешнему правительству, видимо, их что-то связывает, не знаю, может быть, на личностном уровне ненависть вот к тому советскому, ненависть, ну, в данном случае это ненависть к своим же родителям, потому что все наши родители, все из той страны, из Советского Союза. Да, мы предлагаем уравнять, создать единую систему расчета для пенсионеров до 1999 и после 1999. И в этом контексте, что очень важно, и что мы предлагаем и будем отстаивать, о единой формуле начисления пенсий для всех категорий пенсионеров. Не так, как сегодня, что госслужащие, большинство госслужащих, у тех, у кого высокие зарплаты, это прокуроры, судьи, это министры, это другие работники, у которых очень высокие зарплаты, были, точнее, пенсии на сегодняшний день, они получают очень высокие пенсии в итоге, потому что у них расчет был по другой формуле, по более привлекательной. Но возникает вопрос, а что больше сделал чиновник, прокурор, судья, депутат, министр, чем педагог, чем врач, чем работник культуры, чем работник сельского хозяйства, социальный работник, у которых зарплаты мизерные, туда никто не хочет идти работать, потому что сложно, это тоже нужно, с этим вопросом тоже нужно обязательно разобраться. И самый главный момент, вот, что касается индексации буквально, очень коротко, в результате так называемой реформы, когда произошло повышение пенсионного возраста, и мы вступаем за возврат к прежним позициям 57-62 года женщины и мужчины, соответственно, государство украло у пенсионеров, правительство точнее, приблизительно по подсчетам экспертов и по нашим подсчетам около 300 миллионов леев. Как это произошло? Одним они предложили валоризацию, мы знаем, реально это 9,5%, не 40, как сказал Филипп, это вранье, это 9,5%. Другим они предложили какие-то другие вещи. Индексация до этого проводилась на основании двух факторов, это инфляция и это индекс потребительских цен, то есть, насколько вырастет или иная продукт, либо услуга. Они ликвидировали позицию индекса потребительских цен, то есть, они это не учитывают, только на основании инфляции. За счет этого они сэкономили, то есть, украли, будем говорить, как есть, около 300 миллионов леев в год. При этом мы все слышим, мы вам повысим пенсию. Но, уважаемые коллеги, вы индексируете пенсию в этом году, люди тратили деньги в предыдущем году, а в этом году они будут тратить деньги еще больше на приобретение одних и тех же услуг. То есть, с этим надо тоже вопросом разобраться, нужно вернуть это. Потому что, в данном случае, у людей просто украли то, что они обязаны получать по праву и прописанной Конституции. Да, спасибо вам, Владимир, за этот разговор. Я так понимаю, что зрители услышали много полезных для себя вещей. Это категория наших зрителей, которая относится и к пенсионерам, к инвалидам и к многодетным родителям. Для них все это очень важно, как, наверное, важно уже понять, кто это все сделал, кто виновен. Потому что сегодняшнее ключевое слово «украли эти деньги» действительно так. Потому что благодаря вот этим манипуляциям, ведь простому гражданину достаточно сложно вникнуть в суть этих вещей, понять, что стоит за этой формулировкой, забота о нем или наоборот, забота о правительственных доходах. И в этой ситуации, конечно, человек остается один на один. И без защиты, без опоры, без понимания, без юридической консультации, без знания, к кому, в конце концов, можно обратиться. Особенно в сегодняшней ситуации, когда еще много наводить надо порядок и в учете, и в том, что происходит сегодня в реальном секторе экономики, без которого страну не поднять, это надо понимать, и не заниматься какими-то популистскими лозунгами, смотрите, Европейский Союз нам открыл дверь, открыл дверь, надо понять, куда. Самое главное, эти реформы, так называемые, сокращения, ликвидации, они же проводятся на базе требований, партнеров в соглашении. И речь идет о том, что мы вам даем кредит 100 миллионов, но при этом вы должны сократить свои расходы, и все это опять же за счет нас получается, и еще раз мы доказываем то, что деньги в стране могут зарабатываться нами. Спасибо за разговор, мы обязательно будем возвращаться к этой теме, я думаю, зрители заметили, что уже у нас не первая встреча на эту тему, а на тему социального обеспечения, самых малообеспеченных в слоях населения, будем продолжать разговаривать, говорить и помогать вам воплощать это очень сложное, но очень нужное дело для наших граждан. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Односталком. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин